Вы на быстрых свиданиях находитесь. Это там, где много столов и за столами... Стол. Девочка сидит, мальчик сидит. Мы поговорили с следующим. За ними сидят барышни, к ним подсаживаются мужчины, и потом спустя пару минут меняются. Блин, давайте нащутишь, а я ему уже в тиндере нашла. Быстрые свидания. Не-не-не, мы без засыпания. Да-да-да, не засыпаем, мафия еще не познакомилась. Все, все, играем, играем, уважайте игроков. Давай, фенаргот. А, да-да-да, ты там бывал? Да. Я не сумевал, а зону не зимой. Не, ну я не участвовал, я на ВК-фесте, когда был, на последнем. Там была небольшая зона, где как раз были свидания. И я следил, помню, за каким-то чубриком. Он одет был очень странно. Чубрик. И бегал, ну там девушка такая ведущая, туда-сюда, ой, вы сегодня найдете свою любовь, там вот это, туда-сюда их сажают. А он сидит и максимально кринжует, он вообще ничего не может сделать, он вот так сидит. С повязкой. Как по мне, это максимально кринжовая тема, то есть, по-моему, онлайн-знакомство в сто раз лучше, чем пойти вот так бегать по столам каждые пять минут и искать партнера. По столам Гамбль. Спасибо. Спасибо. Слава. Ну, по столам ты обычно бегаешь по словам. Слава. Я в Финне голосую. Ты наверняка не был, да? Так, я, короче, прослушал тематику, поэтому я просто считаю, что, наверное, в бассейне сейчас. Быстрые свидания. Нет, да, быстрые свидания. А, быстрые свидания. А, быстрые свидания. Да, когда по столам и обмениваются. Так, быстрые свидания, да? Ага. А что случилось тут? Типа, кто-то как на свидание мафия пришла? Ну, в том числе. Все. А кто под угрозой? Все мирные. Честные женщины. Понял. Так. Ребят, что я могу сказать? Я честная женщина, естественно, я не под угрозой сейчас. Так честный под угрозой. И угрозой никому не предоставляю. И не представляю. Буду искать тех, кто представляет угрозу, но сам не буду представлять. Хорошо. Спасибо огромное. Слава. Катя. Кореш не слушает мафии. Нормально меня слышно? Мы тебя слышим, Катя. Добрый вечер. Надеюсь, что никто не будет никого убивать. Всего хорошего. Спасибо, Катя. Вынуждена тебя разочаровать. Будут. Маша. Мы с дедом моим в Тиндере познакомились, но сейчас дед в больнице, поэтому я пришла на быстрые свидания, пока его нет. Понятно. Да. Бабка я мирная, так что все будет хорошо со мной, надеюсь. Хотя нет, блин, раз я мирная, вряд ли со мной что-то будет хорошо. Но, короче, я мирная бабка. А может, ты просто не мирная? В этом оттуда уверена, что все будет хорошо. Спасибо. Леша. Леша. Да, здравствуйте. Не был на… На мирных свиданиях. На мирных свиданиях. Но я мирный, правда. Вот. Не был на быстрых свиданиях, потому что… Ну, так получилось. Вот. Поэтому буду… Потому что вы счастливы в браке, Алексей. Он как вырос, сразу женился. Ну, я как вырос, сразу женился, да. Мне как бы… Хотел всю жизнь найти ту единственную и прожить с ней до конца жизни. Я сразу венчался, женился, и все. Какие высказания. Но я стоял рядом и подглядывал в дверь. Потому что вот эта черта во мне такая имеется. А, вот он, блядь, все время смотрит глазок, как я сру, блядь. Какой глазок у нас в двери? Глазок в ванной комнате. Ну, как это замок, ёпта. Нет, это был не я. Спасибо, я мирный. Спасибо большое, Леша. А знаете, очень интересно, что ведь сейчас чат тоже не знает, кто мафы. И они сидят и сейчас гадают. Вот они могут проверить. Какой-то тема. Да, да, да. Давай, Александр. Дмитрий. Ставку, кстати, могут сделать. Я один раз был на спид-дейтинге. Да? Но превысил скорость. Но я мирный. Какой упокой мой микрофон. Уж по-русски не могу говорить. Еще будет дополнение к речи? Нет. Он же сделал уже пальчик. Он же все, ты не переспрашивай, что так видишь. Я не знаю, что я здесь забыл. Там есть столы с парнями? Или парни приходят? Я гей. Меня девушки, честно говоря, не интересуют. Поэтому, ну ладно, предположим, он просто пришел с другом за компанию. По столу ничего сказать не могу. Я на кухню выдачусь. Все такие красивые, сексуальные, особенно Алексей. Жалко, я бы его, конечно, рассмотрел. Ну ладно. Все. Спасибо большое, Леша. Восхитительный анализ по столу у нас продолжается. Амина. Здравствуйте. Извините еще раз, что я в маске приболела. А на свидание зачем пришла больная? Это намек. Вот. На начале в бане, потом на свидание. Я пришла, не знаю, меня заставили. Вот. Все. Я мирный житель. Может быть. Ну вы гадайте. Спасибо. А ясно. Значит активно. Кирилл. Красный стол. Я очень рада тебе приветствовать за этим прекрасным столом. Я надеюсь, меня в первых кон не ебнут, как в прошлом, в прошлой игре. Надеюсь. Я мирный и всем приятной и доброй игре. Посмотрим, как базарит. Кстати, забыл. Можно дополнить буквально секундочку? Можно? Нет, нет. А? Плюс иммунитет будет. Ладно, ладно. Убивали. Просто для мафии, если кто-то прям очень сильно хочет кушать, если вы меня убьете первым, то я пойду жарить мясо. Это просто да. Это грязное краснение, Алексей. Это грязное краснение тоже. Я буду помогать тебе. Нет, нет. Это не краснение. Алексей, а почему вы говорите не в свое время? Все, извиняюсь. Он же комментарий. Дмитрий, а почему вы говорите не в свое время? Кирилл, ты хочешь? Да. Что ты угараешься? А почему ты ему отвечаешь? А почему ты ему отвечаешь? Слава, почему вы трогаете его жопу? С тех пор смешал этот глагол, да? Просто не знаю, как смешно звучало. Давай, Вадечка. Так, я не знаю, чего я сейчас здесь забыл. Это как быстрое свидание, да, называется? А пока говорил что-то? Да. У тебя доллар настоящий? Так ты внимательно слушаешь, старичок. Второй раз буду в КМ группу. Малыш, давай, продолжай. Я тебя слушаю. Малыш, блин. Что тут забыл, я честно не знаю. По столу что могу сказать? Пока что мне понравилось, как Диман отшутился в этом ходу. По другим вообще пока ничего такого сказать не могу. Более-менее нейтрален. Ну, по первому столу вообще трудно что-то сказать. Вот немножко Амина смутила, потому что в первом раунде она чуть... Ну, когда в прошлом... А, так можно еще прошлую игру обсуждать? Можно, можно. Ну, типа просто по прошлой игре Амина чуть-чуть по-другому говорила. Здесь как-то она слишком скоротила свою речь. Не знаю, может просто не было что сказать. Потому что она... Потому что она... Ладно. Все, пас. Спасибо. И закрываешь Фил. Блин, ну типа я поиграю с Кенарготом, потому что в этот раз он нормально открылся. Без какой-то там хуйни, спокойно. Речь была такая максимально льющаяся. Вот мне что-то Слава по-прежнему не нравится. Вообще, как всегда, прослушал интро, прослушал про что говорят. Типа специально создано задание для того, чтобы говорить. Ну типа одиннадцатый игрок, там десятый, они должны проанализировать в идеале весь стол. А он в начале опять нихуя не сказал. Катя типа сказала в том же самом формате, в принципе, как она и сказала в прошлой игре. Поскольку она для меня скорее всего больше мирная. Возможно, из трех игроков для меня там кто-то есть маф, но типа кто я не могу сказать. А Вика, Вика кто? Она для меня больше красная. То есть я бы не сказал, что у нее эмоционал как-то тоже не изменился. И то же самое я могу сказать примерно по Алексею. У них примерно схожая манера речи. И для меня они скорее всего больше красные. Я присмотрюсь обязательно к Диме. Мне не понравился кореш. Вообще максимально не понравился. Я думаю, что возможно он маф может быть. Каравай мне кажется, что он мирный. Он как-то пытался проанализировать. Как-то хуёво, но все равно пытался. Вот. Ему не понравился мило. В принципе, я с ним солидарен. Возможно, я бы с ним поиграл, но у него просто такая слабая для десятого игрока позиция. Вот. А насчет... Пока я тоже типа не понял, что он сказал вообще. Пока ты мешает у меня? Ну... Пока. 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 Пока я не понял, что он сказал. Вот. Короче, это самое. То, что Федорго тоже ответил, он даже не услышал его речь. И то есть, я тоже не очень понял. Вроде от игрок можно много что сказать, а по факту, ну типа просто сказал типа скип. Спасибо большое, Фил. Сейчас будем засыпать. А я напомню нашей мафии, что хорошим тоном считается не убивать одного и того же игрока дважды в первую ночь. Не, а у него иммунитет. Это даже, ну типа, не то, что нельзя. А, реально так? Такого у нас мафия сегодня. Ну, нет, официального? Да нет, нет, нет. Это правило хорошего тона. Правило хорошего тона. Не, по сути его можно убить, потому что у нас первая игра не закончилась. Ну, например, говорю, а вдруг он комиссар, например. И мафия вычисли. Прям просто в целом это хуя. Ну поэтому я говорю, что правило хорошего тона. Хуя в каждой игре. Да, и того же игрока убивать это, типа, Федорго. Давайте засыпаем. А почему засыпаем? У нас нет. Амина точно черная, я отвечаю. А каравай красный. С Филом. Давайте заснули. Полная тишина. Я еще сама не знаю, кто есть. Кто, очень интересно. Просыпается мафия. Мафия просыпается. Знакомится. Знакомится. Мафия знакомится. Дона. Показываю. Мафия решает, кого убивать. Мафия делает свой выбор. И засыпает. Просыпается дон мафии. Так, минуточку. Дон мафии сейчас не сможет найти комиссара, потому что я не знаю, кто комиссар. Так что Дон проснется у нас попозже. Просыпается комиссар. Комиссар. Комиссар просыпается. Ищет мафию. Комиссар просыпается. Ищет мафию. И засыпает. Теперь давайте проснется Дон. Дон пробуждается. Ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается доктор. Доктор выбирает, кого лечить. И засыпает. Утро. Утро, утро, утро. К сожалению, у нас есть жертва. Видимо, потому что жертва предпочла знакомство в Тиндере, а не на быстрых свиданиях. Машу убили. Так быстро. Но она медленно была. Можете ее... Вам без меня будет плохо. Библиотумп. Так. Она же Ликс любит. Ликс любит, когда я говорю, да? Ликс любит просто посидеть. А, нет, лучше я выйду. Да, а то ты можешь... Маша для меня... Красный. Леша для меня... Красный. Леша для меня... Красный. Минута общего. Фил красный. Кореш красный. Амина для меня прям... Амина для меня прям суперчерная. Просто он говорит, для меня каравай тоже красный. Я не знаю, как я для него. Но кореш для меня не красный. А почему? Ну, потому что он как-то плохо сказал. Мне не понравилось. Слушай, я в прошлом раунде был мафией. Ну, в прошлой игре, которая не сыграна. А тут он... Ну, я не знаю, кто. Ну, я говорю, мне не понравилось только. Бля, я, короче, думаю, что вот единственное, там в тройке кто-то сидит. Вот типа... Ну... Алексей очень хорошо краснился. Мне кажется, Дима какой-то игрок. Ты говоришь, что маф? Какой-то он игрок. Вы ебаный. Либо доктор, либо комиссар. Либо мирный. Подожди, подожди. Либо мафия не голодная, и это надо принять. Кто последний кушал? Я орахис только что ел. А какая-то успела орахисить ел? Спасибо. Минута закончилась. Начиная со Славы. Так, ребят, что я могу сказать? Тебе принести чипсы. Я могу все очень просто проанализировать. Для меня мафия кореш. Два раза не прокает подряд, блядь. Вчера два раза, там позавчера было. Да, согласен. Глупость сказала, извиняюсь. Фил. Эликс. Проверил, Саша? Ты комиссар? Да. Да. Честно? Да нет, как я мог три, блядь, сразу проверить. Просто просил, мало ли, правда, комиссар. Я бы, если честно, даже если я был комиссаром, я б себя проверил, свою карточку забыл, блядь, кто ее. Посмотри. Да ладно, я помню, помню. Сложная карточка? Редкая, я так скажу. Дон мафии, ебать. Тут какая-то речь здесь. Слава, ты кого-то выставишь? Я выставляю Дмитрия Ликса. Спасибо. Поникший какой-то, Слава. Спасибо, Слава. Катя? Взгляд аналитика. Ну, мне кажется, что с левой стороны стола Дима, судя по анализу, может быть, либо комиссаром, либо доктором. А, мы... Ладно. Из подозрительного... Не знаю, кровать просто ничего толком не сказал. А ты много сказала. Ну... Да я шучу, все, это шутка, это шутка, это шутка, все. Я просто специально сказала. Про покут тоже ничего не помню. Амина, мне кажется, специально сказала. Так, спасибо тебе большое. Мне кажется, Амина мирный и специально сказала то, что она маф. Точнее, не так она сказала, а сказала, типа, думайте, чтобы закинуть юночку, чтобы было интереснее. Вот. Ну и все, пока что я больше ничего не могу сказать. Катюш, выставишь кого-то? Я тоже не помню. Нет. Спасибо. Леша? Скорее всего, фенаргот красный начал очень активно играть, предлагать версии, искать ребят. Когда был мафия, сразу такой присел, когда начало, и сидел. Не знаю почему. Ну, это такой, это напиток такой есть итальянский. Итальянский? Радость. Так, вы заебли нахуй. Ну, правда, сложно очень что-то сказать по славе, потому что максимально непонятная игра для меня. Он как может быть мирным, так может быть мафом, вообще кем угодно. Может быть просто активным игроком. Это моя и есть роль. Катя, Катя, Катя не чувствует себя свободно, как мне кажется, вторую игру. Но в первой игре, мне кажется, она хотела просто сделать себя такой серьезной женщиной, такой, которая типа, ребята, я буду играть на серьезе. Но не может она расслабиться до конца. Вот сейчас, вот сейчас. Когда стаканы и подлили чуть-чуть. Не, не, это чай, как и у меня. Вот, вот сейчас она уже, видите, такая, чуть под, раскрепощение себя немножко чувствует. Чтобы стаканчик принесли, блин. Не знаю. Спасибо большое, Алексей. Кого-то выставите. Я выставлю, давайте. Андрей, ты слышишь? Нет, нет, нет. Нет, никого. Спасибо. Дима? А я выставлю. И это будет Слава. Объясню почему. Потому что он меня ебанул. Из тех трех игроков, которые там сидят, у Славы очень странная позиция. Дон, типа, все дела. И, ну, как-то очень это вот неуверенно звучало. Финн говорит сейчас нормально. Катя тоже себя свободно чувствует. Я согласен с Алексеем. Поэтому вот из тех трех игроков, ну, Слава для меня наибольший мап. Поэтому я, наверное, выставлю его. Он выставлен же, да? Нет. Вот я его выставлю. Леша его выставил. Согласен. Леша, ты его выставил. Нет? По той половине стола я бы присмотрелся, потому что для меня непонятен Каравай. Он очень много говорил, даже чересчур. Фил сейчас нейтрально пока играет. Посмотрим, что он скажет. Ну, кореш Пока и Амина, они тоже пока непонятны для меня. Блин. Спасибо. Спасибо. Не выставляешь никого? Я Слава. Слава. Спасибо. Леша. Значит так. Невербальное поведение. Анализ. Люди, которые сидят раскрепощенно открыто. Ну, то есть как я. Вот так вот. Широко. Хотят срать. Они скорее всего мирные, они не волнуют. Они скорее всего волнуют. Либо им холодно. Поэтому эта тактика не работает. Я долбоеб. Извините. Не знаю. Для меня единственный красный игрок сейчас, который точно могу сказать, что он красный. Это Леша. Потому что тогда он сказал про шашлык. Скорее всего у него карта мир, он не доктор. Ну, хуй знает кто. У нас мафии никто и пиздит. Нет. Жигра про правду, блин. Шашлык из тебя. Я не знаю. У меня ощущение, что он просто не подумал и так сказал. Поэтому для меня полностью красный игрок это Алексей. У меня муж заморочился, он все выучил. Спасибо, Лешенька. Спасибо, дорогой. Я выставлять никого не имею. Всех не выучишь. Спасибо. Можно иметь 3-4 сильных героя и все. Какой Леха? А, ну я Алексей, извините. Вот. Почему я так думаю? Я могу просто другого? Можно. Да, да, да. В общем, в прошлой игре я сразу поняла, что он мафия. Короче, я начала на него пялить жестко. И по его мимике, короче, это было очевидно. Он может мне не верить, я могу ошибаться. Но если он не верит, то я, короче, 100% его выставляю. Пиздит. Я 100% его выставляю. Скажи, а ты когда волнуешься, ты замерзаешь? Да. Ами, дай руку потрогать. Я холодный. Офу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А что значит, это амин плюс 32? Это температура внутри маски, типа от бортов горячей? Возмер. Возмер. Диаметр. Диаметр. Спасибо большое, Амина. Кирилл. Так, я поскольку сижу в конце стола, хотелось бы отметить игрока под номером пять Дмитрия Ликс. Обычно он делает большой анализ по поводу всех игроков, но по нашей части стола он сказал как-то обобщенно, что он ничего не понимает. По Филу могу сказать, что красиво закрыл стол. Каравай также отметил как-то, ну не знаю, непонятно мне тоже. Крыльзабока. Возможно, дело в том, что я шестой игрок. Амина в первом раунде сказала как-то слишком мало, если сравнивать с прошлой игрой, но мне кажется, у нее скучная какая-то роль мирная, и мне кажется, просто поэтому она и сказала особо немного. Кореш для меня остается какие-то подозрительные. Я больше склоняюсь, что он черный игрок, поскольку он как-то много акцентировал внимание на открытие стола. Прям и, не знаю, как-то вел себя немножко подозрительно по мимике, по жестикуляции. Афинаргот тоже круто про стол сказал, мне понравилось. Слава для меня тоже остается под вопросом, как черный игрок скорее, потому что, как всегда, хуйнюк это выстрел. Но, в принципе, Катя тоже непонятная. Ну, в общем, будем смотреть дальше. Алексей для меня остается красным, но крутая речь. В принципе, все. Выставишь кого-то? Петюнин чатик зарезанный, блядь! Нет, выставлять никого не будут. Дальше посмотрим, что скажут. Закрывает стол как-то. Слава, брат, для твоей мафии осознанно просто. Так, я могу сразу сказать, что мне не... Меня все подозревают? Короче, скажу сразу, мне не очень нравится Слава во втором раунде, потому что он поменялся совсем по другому. Середа, слушай, а можешь напомнить мне в прошлой греке, я тебе тоже не очень нравился? Какая роль была? Мафия. Два раза неправда. Нет, брат, ты во втором раунде... Во втором раунде ты просто мимику совсем другую сделал. Может, тебе просто в принципе не нравится? Нет. Может, просто доебаться решил? Да, доебаться решил, брат. Короче, ну ты просто ведешь себя как-то по-другому, чем с первого раунда. Ты как-то первый раунд, ну, отшутился, а в втором раунде ты такой, типа, слишком умный стал. Я тут вроде игры мафии, пойми. Мне понравился Диман. Диман говорит, я очень много сказал, что-то это очень странно. Я сказал то, что... Мне весь стол нейтрален, и только мне не понравилось, как Амина сказал. Ебать, дохуя. Что это такое? Ну, типа, Диман мне сказал то, что я слишком дохуя сказал, и поэтому я, типа, это очень странно. А что я дохуя сказал? Я сказал десять... Мне все, типа, нейтральные, кроме Амины. Мне не нравится, как Амина играет. Диман говорит, слишком дохуя сказал, все, типа... Ну, мне очень нравится, как играет Финаргот. Я пока что... Ну, если он не против, а Симба поиграл. Я сейчас послушаю Фила. Если он не против... А если он сейчас против, что будешь делать? Я бы пошел один буду туда играть. Сейчас послушаю, что Фил скажет. Каравай, если против, вместе играем. Ха! Это что? Ну, как бы все. О-о-о-о! Мне еще интересно... Интересно, что скажет Фил, все... Запланированый конфликт. Спасибо, так вот выслушай. Да, не спасаем просто. Блин, я бы Амину послушал дополнительно. Окей, спасибо. Ты выставил Амину? Да. И... Филя. Бля, дайте больше времени. Вы просто пиздец очень много. И что хочу сказать то, что, ну, многие стараются анализировать по эмоционалу. Безусловно, Мафия – это эмоциональная игра, где можно что-то спалить эмоции. Но, в целом, надо также еще анализировать то, кто что говорит. Вот я начну с конца, например, Каравай, как мне кажется, он играет больше по нейтральному, я бы не сказал, что такое ощущение, что он пытается, он уже вторую игру, он пытается сыграть только с Фенарготом, ну то есть он больше никого не отмечает, что там кто-то там может быть еще мирным, это, я бы сказал, игра больше характерна, как мне кажется, для мирного. Пока, он сказал, ему не нравится кореш, ему не нравится в то же время то, что, блядь, Слава какую-то хуйню несет, Слава вообще реально лютую хуйню несет, но просто проблема в том, что для Славы, для Славы типа Маф получается Диман, в это время Диман буксует на Славу, типа и, короче, хочу донести до игроков то, что, например, кореш со Славой, как мне кажется, они не могут быть в одной команде, потому что Слава обозначил, что кореш Маф, то есть они точно в противоположных командах. А если типа Пока, для Пока, например, и кореш, и Слава, они Мафы, значит, скорее всего, либо там Пока что-то замыслил, либо он просто, типа такой, отчасти запутывающийся красный, то есть я бы по второму раунду, я бы даже с ним поиграл, поскольку у него такая, как бы, позиция, она непонятная, но она характерна больше для красного. Значит, касательно, сказать, блядь, ты пиздаш, ты пиздец, ты еще на 5 минут разговариваешь, блядь. А сколько в профессионале, Василий? Да я хуй узнать, минута, но у меня, блядь, ты пиздаш, сколько можно рассказать, вообще пиздец. Ты кого-то выставишь? А кто выставлен? Ликс, Слава, кореш Амина. Ликс, Слава, кореш Амина. Ликс, Слава, сейчас. Ликс, Слава, кореш Амина. Да нет, идет анализ. Ликс, Слава, кореш Амина. Да никого. Я себя выставлю, чтобы поговорить, у нас же 30 секунд будет. Себя можно выставлять. Мы обычно не выставляем. Ты можешь меня тогда выставить? Ну, если хочешь, я тебя выставлю. Давай, я финны выставляю. И финнаргод, закрываешь? Потом подручим друг другу. Смотрите, для меня особо ничего не изменилось. Я еще по первому дню перед уходом в ночь сказал, что для меня каравай красный и фил красный. А где твоя вторая рука? Где твоя вторая рука? Ты испугался, что она на коленке. Собственно, каравай играет с филом, это хорошо. Пока мне вот сейчас понравилось, как говорил, я в прошлый день его не слышал. Вот этот замес между корешем и Аминой. А ты в этом и виноват, потому что ты его не слышал, небось, блядь. Спасибо, что перебиваешь, брат. Вот. Одно замечание. Я бы, нахуй, тебя повесил бы, кстати. Потому что... В игровом, в игровом, в игровом... В игровом плане. В игровом плане. В игровом плане. Ну, это же называется повешение. Ах ты, ну, понятно. Один-один, хуйушка. Суть в том, что в прошлой игре просто Слава, к примеру, меня искал. Он пытался понять, мафия я или нет, там, что-то говорил. Тут просто вбросил в Ликс, и непонятно почему. Непонятно, почему Катя окрасняет Амину. Если ты комиссар, то вряд ли бы ты говорила, что Ликс либо комиссар, либо доктор. Если ты, к примеру, ее проверила. Это тоже... Ну, почему вдруг ты решила, что она мирная, которая решила просто так сказать? Показывает, кто докторка проверяет? Наоборот, сказала. Ну, в общем... Можешь, тебе тоже выставить, тоже расскажу. Слава, Катя, Амина для меня сейчас самые черные игроки. Поиграю с Пчелой, с Караваем, с Филом. И пока с Поко немного поиграю. Не знаю, вот... Ну, кореш для меня... Вот вы говорите, что он черный, для меня он по красному говорит. Спасибо. Вот, выставишь? Я выставлю Фила. Опять с Кьюши попался. Что? Опять с корешем? Да. Спасибо большое. Не с Карава Аликса замена. Ну, я с корешем попался просто. У нас в номинации Ликс, Слава, Кореш, Амина, Финн, Фил. И в таком порядке оправдательные речи. Ликс. Ну, там вообще гнездышко у нас уютное, я смотрю. Фил, Финн, Фил, Каравайчик. Они там все у них четко, все говорят, много говорят, анализируют, все заебись, красные игроки, да? Да. Слава, для меня, я говорил, по-прежнему остается черным игроком, потому что он крайне странно себя ведет. Как сказал Алексей, мафия — это не его. Он сказал, наоборот, это твое. Вот, видите, да, с Алексеем бы я поиграл, потом соглашусь. Спасибо за эту оправдательную речь. Слава. Да, смотрите, касаемо меня, естественно, я чуть-чуть в другом пространстве, в другой плоскости играю. Естественно, что я могу заметить, блядь, реакцию нуба, блядь. Я залил, блядь, в Дмитрия Ликса полный бак, своего голоса выдал ему, да. Что, естественно, он делает? Как нуб полный, блядь, отмолчавший свой ебаный ход. Он, как крыска, блядь, поджавший хвост, нахуй, вкидывает в меня свою культяпку обоссанную. Что мы, что, как это, что это за прием? То есть, если ты, понимаешь, если в тебя вкидывает мирный игрок, ты не знаешь, что он маф, он может ошибаться, блядь. Почему ты дадешь такую реакцию непонятную, старина? Спасибо, Слава. Кореш. У меня все это говорит, у меня речь еще минут на 40 было. Все, закончим. Честно, ну, по факту нечего сказать. Единственная причина, почему меня выставили, это Амина, которая во мне что-то увидела. Наверное, какое-то невербальное поведение. Поэтому, я честно, я не знаю, как даже, как мне оправдаться. Каким образом? Такого хочешь, как? Она не прав... Давай, пока. Я мафия. Все. Спасибо. А Амина? Ну, я объясню, что мимика просто ебнутая. Я тебе отвечаю, братан. Я знаю, Майчук меня не подводит. Я уверена, что он мафия. Я, в свою очередь, вообще самый мирный игрок на этом столе. Я не знаю, что вы мне нашли, блядь, доебались. Я просто немножко АФК-чел. Вот, зачилил, кайфую, слушаю, что вы говорите. Я 100% мирный житель. Не убивайте меня, вы пожалеете. Извините, что перебиваю. Хочу напомнить, вот примерно в той игре как раз начали вертеться карточки в руках. Вот не берите сейчас, пожалуйста. Вот в этом же примерно месте, блядь. Начинаем к Филу последний. Тут все безопасно. Его карточка у меня под папкой. Да, все понял. Главное, что не под папкой. Все? Под тем, чего у тебя нет. Амина, ты закончила? Да, я закончила. Спасибо. Фин? А, моя очередь. Я бы на самом деле сейчас кореша бы вешал. В любом случае, когда человек говорит, что он мафия, он должен уходить. Ну, зачем мирному игроку так делать? В прошлой игре он из-за кровавой сказал, что он мафия. Он был мафией. Блядь. Так это ровно. Так это ровно. Да, Слава говорил, что он мафия говорил. Он для меня тоже черный игрок. Я не был Дором. Я это и в этой игре говорил. Ну, подними, посмотри. Ну, сейчас подниму. Да, просто можно не заморалиться от того, что тебя обвиняют, и ты не можешь просто ничего сказать в ответ. И ты такой, окей, я мафия. То есть, кто активно играет за мирную роль, и кто-то борется, а кто-то, наоборот, сливает. Поэтому тут хуй знает. Ну, типа, по-разному. Спасибо большое. Я скоро не играл в мафии, поэтому я не знаю. Фин, Анфил. Это да. Просто суть в том, что я никогда не вижу смысла мирному такое говорить. Ладно, да, ему сложно оправдаться, хорошо. Так ты скажи что-то про Амину. Вот я в нее топлю. Возьми, типа, подключись со мной и начни ее обвинять. Ты вообще никого не обвиняешь. Ты сейчас вся твоя речь. Я не знаю, что мне сказать. Понимаешь? Ликс оправдывается, топит в Славу. Слава оправдывается, топит в Ликса. Ты просто сидишь, вообще никого больше не называешь. Почему? Не знаю. Это очень странно. Я прослушал просто твою речь. Спасибо большое. Теперь Фил. Короче, замес реально непонятен между Ликсом и между Славой. И также там вот замес тоже какой-то достаточно странный. Вот. При этом роль АФК-челла, я финну хочу сказать. То есть это тоже, если когда человек говорит, что я АФК-ш, это тоже неправильно. Что в таком случае его тоже можно выгнать. Типа ты топишь, и как бы это не совсем корректно. Кого, например, для меня кто из них чернее, это скорее всего больше Диман. Потому что изначально я для себя рисовал какую-то тройку. Алексей Грязно окраснился, у меня типа из трех остается Диман. Спасибо большое. Я бы голосовал в него скорее всего. А ты веришь, что это реально окраснение, или это просто такой жесткий фейк? Нет, он слишком естественно сказал, если я как бы огудил такими факторами. Спасибо большое, Фил. Спасибо. Итого. У нас в номинации Ликс, Слава, Кореш, Амина, Финн, Фил. В таком порядке голосуем. Голосуем обязательно и только один раз. Поехали. Кто против Ликса, поднимите руки. Раз, два, три. Это... Вы бы еще медленнее поднимали. Не знаю, засчитывать мне эту руку или нет. Это хуйня на самом деле. Ладно, го втроем типа пофиг. Ну ладно, я засчитаю, но если вы поднимаете, то вы поднимаете. Лучше насчет три. Ладно, извините, извините, извините. Три руки в Ликса. Я просто между Славой думал. Кто против Славы? Раз, два, три. Одна рука. Кто против Кореша? Раз, два, три. Три руки. Ты же поднимал за Димана. Ты же за Димана поднимал, нет? Нет. Кто против Амины? Раз, два, три. Одна. Это рука. Попил. Я поел бы, что-то чуть-чуть. Это как-то странно было сейчас. Приятно. Ладно, две руки в Амину. А, блядь, так, через три секунды вот так поднимаю. Можно я выйду пописать? Так на три. Он думал, что через три секунды. Да, да. На три. Понятно. Поднимаем в течение этих трех секунд. Кто против Финаргота? Раз, два, три. Ты Катюха вроде понимал? Нет, я не понимала. Дим, все в порядке? По-моему, остался только кто? Фил? Нет. Интересно, Катя, интересно. Так твой голос Фил идет в последний стиль. И кто против Филиппа? Он не выстрелил. Он меня не выстрелил. Реально? Нет, у меня Катя, это оставшийся голос. Ты, по-моему, наоборот был бы. Ты что? Я не выстрелил. Так, ладно, у нас три. Финаргота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сколько у Финаргота? Два года. Ой, не у Финаргота. У нас три, три. Ликс и Кореш, по три голоса, дополнительное оправдание. Дополнительное оправдание. Первым Ликс, пожалуйста. Ну, а теперь кристально чисто все стало и ясно. Рассказываю. Леша, который говорит, что слава мафии не уверен, поднимает руку в меня под вопросом. Фил неожиданно начинает окраснять славу и топит в меня. Тем самым заманивая, делая акцент на том, что на меня нужно голосовать. Поэтому Фил, Слава и Леша для меня под вопросом. Кореш действительно похож на черного игрока, красный игрок. Фин я с ним играю. Будем сейчас убирать кореша и присматривайтесь к Филу, к Славе и к Алексею. Спасибо, Ликс. Теперь оправдательное кореша. Блядим, ну ты, конечно, снич. Я в тебя не вкинул руку, когда я мог вкинуть, и ты бы ушел. Вот, я вкинул в Амину, потому что она говорила против меня. И теперь ты настраиваешь ее стол против меня. Нужно голосовать за того, кто отучаешь мафию, а не кто голосует против тебя. Ну как это, если ты не можешь доказать, если Амина говорит то, что она видит по мимике, то, что я маф, как мне доказать, то, что я не маф. Она, ее мимика, ее обманывает. Спасибо большое, кореш. Ты не парься, на самом деле, на столе не Амин, надо всем доказать. Можно обсудить это? Просто я, может, по тюмку перенесу? Нет, нельзя. Я руку перенесу. Адресе. Итак. Я единственное, извини, я скажу, просто мало ли, там, кого-то сейчас выгонят. После того, как вас выгонят, карту не переворачивайте. Да, на всех случаях. Да, мало ли. Я Машину посмотрел. Леша. Нормально так. Итак, у нас сейчас голоса кореша и ликса выходят друг в друга. Голосуют все остальные. Голосуем либо в ликса, либо в кореша. Саша. Поехали. Поднимите руки, кто против ликса. Раз, два, три. Это рука? Нет, Катя, можешь понимать, она же в финной была. Сейчас уже. Четыре руки в ликса. Можно я уберу свою ручку? Понимаешь, что сейчас будет 4-4, мы в ночь ведем? Нельзя, нельзя. Нет, все, все остальные уходят. Четыре в ликса, стопэ. А поднимите в кореша? У нас, по-моему, полно. Так, я говорю, пять на пять. Раз, два, три, четыре. Ночь, мирная ночь. Ну да. Так нет, по 15 секунд мы еще. Нет, это мирная ночь. Как-то они уже говорили. А в зоне мы не можем устроиться? Наоборот, в смысле, а что расстресс? Для мирного города это заебись, когда никого не выгоняют. Нифига. Нифига. А если, например, а если мафию могли выгнать? Да нельзя, я разбираю 4-й. А нифига с 3-й голосуешь? И засыпать на шторм. А кореши гонят, потому что я... На слово форума мы выходим в мирную ночь. Мирная ночь. Мирная ночь. Давайте вот такое обсуждаем. Мирная ночь. Пожалуйста, засните. Да ладно, пожалуйста, засните, блядь. Полная тишина, просыпается мафия. Мафия делает свой выбор и засыпает. Просыпается Дон мафии. Дон ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар в поисках мафии. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор лечит. Доктор лечит и засыпает. Утро. Доброе-доброе-доброе утро. К сожалению, у нас труп. Аминочка. Ты окей. Ты не проснулась. Базар. Я говорила нахуй. Чика-чика, Тиму Письку. Чика-чика, Тиму Письку это он. Идеальная стратегия Лекса. Обсуждайте. Смотрите, он сейчас один черный игрок выбирает сразу двух красных. Если Амино красная, они подумают, ну то есть, получается, если я маф, Амино говорит, что я маф. Ты маф! Я ее сейчас езжу. То есть у нас минус два красных игрока. Вообще-то было бы тупо. Да, блин, а что мы обсуждаем? У нас уходит кореш, потому что она, скорее всего, комиссар. Потом мы эту кралю убираем, которая говорит, что Дима Ликс, либо комиссар, либо доктор, и ты в него балосуй. Ты про него говорила. Ты про него говорила. Дима, а ты с кем играешь? Нет, не с кем. Даже, понимаешь, даже если Амино. Ты же говоришь, что она красная. Я сказала, что у нее либо необычная карта, она специально говорит так, чтобы я могу показать, что она комиссар. Можно я договорю? Ты говоришь, что она не мафия. Логично? Да. Логично. Значит, ты с ней должна играть. Ты с ней мирный. Она говорит всему столу, что он черный. Ну? А ты не играешь с ней, хотя она для тебя мирная, и голосуешь в Ликса. А с кем играешь? Я играю, у меня полностью меняется. Переезд Фила в Ликса мне не понравился. Я играю с Ликсом. Алексей, пока я не знаю. Я играю с железобетон и скрываем. Кореш, скорее всего, проверенная мафия, которая должна уходить. Кореш точно должен уходить сейчас. Я по поводу Алексея хочу сказать. Он говорил на Славу, но просто докинул в меня, когда увидел две руки Фила и Ислава. Ислава, кстати, скорее всего, мирный, потому что он хотел в конце с тебя руку снять и переголосовать в Кореша. Спасибо. Спасибо за общее. Теперь по минуте, начиная с Кати. По поводу того, в кого я закидывала. Изначально я сказала, что Амина сказала, что она якобы необычный игрок. Она сказала, что она лиса, вот эта вот ее фраза была. И тут два варианта. Либо она это сказала для того, чтобы показать, что она необычный игрок, и ее не нужно убирать мирным, то есть что она доктор, либо комиссар, и сделала на этом акцент. Либо что она, наоборот, мирная. То есть как бы два варианта. Либо необычная карта, либо обычная. И изначально, когда у нас были, просто я поняла, я запуталась, я поняла, о чем ты сказал. В общем, я поняла. Все. Это все, что хочу сказать. Я объяснила, почему я сказала про Амину. Вот и все. Катя, ты кого-то выставишь? Я выставлю кореша. Спасибо. Алексей? Если это сделал кореш, это максимально глупо. Только в одном случае может быть умно, если она и правда была комиссаром. Только в этом случае. В остальных, во всех случаях, убивать корешу Амину или мафии, это максимально глупо. Максимально глупо. Только если она комиссар. Вот только в этом случае. Но понятное дело, что так может прокнуть. По поводу того, что я поменял свое мнение, я метался сразу. Но славу я вкидывал в каждую игру. Каждую игру. Потому что слава непонятный игрок. А потому что ты начал какие-то херовые затеи мутить. Какие? Ну какие-то умные, по-умному начал говорить, как-то странно, как-то вот это вот все. По-умному для тебя странно. Поменялся немножко, как мне кажется, по эмоционалу. Я бус. Поэтому, ну ты видел, я долго решал. А кореш? А кореш, не знаю, он мутный просто. Ну вот как-то, он такой типа, я как бы и маф, ребята, и как бы пописать хочу, понимаешь? Вот, и непонятно. И получается по итогу у меня Слава, ты кореш. И Катя, четыре. А зачем я тогда голосую в Димана вместе с тобой? А что, мафия в мафии не может голосовать? Спасибо. Леша, кого-то выставишь? Я выставлю так же Диму. Александр? Да. Ну что, вот лед и тронулся, Алексей. По поводу того, что ушла Амина. Амина, очевидно, была комиссаром по одной простой причине, что есть абсолютно красный игрок Фенаргот, который душит весь стол мафиози, он остается живым и уходит Амина. Потому что, скорее всего, она проверена Доном, и она комиссар. И она сразу же после первой ночи топила в кореша. Поэтому кореш маф сейчас абсолютно точно уходит. Алексей не может объяснить, почему он голосует в меня, якобы я мутный, непонятный, хотя кореш тоже мутный. И когда большинство красных игроков признаны в общем столе, он голосует в него, он голосует против всех красных игроков, голосует в меня. Потом Катя почему-то поднимает в меня руку, хотя первым раз она не подняла. Объяснишь обязательно, потому что я тебя выставляю. Я уже объяснила. Спасибо. Дима, ты кого-то выстрелишь? Катю. Спасибо. Кореш. Я не понял, почему Катя выстрелила меня. Я реально не понял. Вот. Возможно, она и Ликс это две мафии. Сейчас у них идет вот эта вот хуня. Я понимаю. Просто, чтобы снять подозрение. Ликс для меня стопроцентная мафия, потому что он воспользовался, скорее всего, может быть, он даже Дон. Он узнал то, что Амина комиссар. Проверил, узнал то, что она комиссар. И ее ебнул. Амина гнала на меня. То есть это просто для него это идеальный выход. Он просто сейчас джекпот, блядь, сорвал. А какая твоя команда? Че, Фил, как тиммейты? Фил и Фенергот. Я плюс, я тоже Фенергот считаю, что... Потому что... Можно курить? Нет. Я буду искал Катина, но она уже выстрелена. Чтобы я просто послушал. Тогда ты никого не всталишь. Спасибо. Кирилл. Хочу сказать, что для меня Катя вообще сказала какой-то полный бред в третьем раунде. Вообще ничего не сказала по столу. Просто обратила внимание на то, как она перепутала там какие-то факты, не факты. Просто ничего не объяснила. Дмитрий сказал все по факту. По столу также я присоединяюсь к его мнению. Для меня он остается красным игроком, так же, как и Вадим. Филипп пытался как-то тоже объяснить что-то там про стол, но это было слишком долго. Фил. Филипп. Филипп. Да похуй вас, я не знаю. Извини, пожалуйста. Для меня остается горе. Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста, только Филипп. Так себе имя. Так вот, для меня остается черным игроком это Катя. 100%. Кореш под вопросом. Непонятно, там какие-то, блядь, сами какие-то мутки были. И для меня это как-то не обратил на это даже сильного внимания. Для меня красный игрок это Дима. Каравай. Ну, послушаем еще Фенаргот. Славу, то, что хочется их послушать. Все. Получается, как выставлено? Кореш выставлено? Нет, я не выставляю. Скип. Никого не выставишь? Ну, нет, да. Спасибо. Вадим. Окей, смотрите, мне не очень нравится, как Катя сказала, во-первых. Она в прошлом раунде, когда докидывала руку, вообще что-то запуталась там. Я ничего не говорю. Просто пока что мне не понравилось это. Мне не нравится Леша, потому что он как-то странно вкинул руку, так же, как и Кореш. И мне, не знаю, мне не очень понравился мув Фила, потому что он сначала говорит что-то про Кореша в начале, в первом раунде. Он сказал то, что, ну или в втором, не помню точно. Типа он сказал то, что ему вообще не понравилось жестко. Возможно, там поменялось мне, я не знаю точно. И потом он просто как-то так странно докидывает в Димана. Но мне этот мув не особо понравился, поэтому мне фил пока что 50 на 50. Я буду также играть с Фенарготом, с Покой. С Покой пока вроде бы мне нравится, как он говорит. Но Дима, не знаю, мне кажется, Дима мирный игрок. Вадя, ты кого-то выставишь? А кто выставил? Кори, Шликс, Катя. Лешу. Окей. Так, господа, стол. Господа, стол. В общем, я комиссар, первую ночь я проверил господина кореша, и он оказался черным. Объясняю, почему я его проверил. Мне его речь изначально не понравилась, и мне показалось, что он маф. Соответственно, кореш не может быть со славой мафой. Слав я проверил сейчас, слава мирный. Играйте со славой. Возможно, меня убьют, если сейчас есть доктор. Доктор только хилит комиссара, только хилит комиссара, потому что я вам дам еще одну проверку. Значит, соответственно, кореш сейчас точно уходит. Нет, я голосовал в лекса, потому что для меня точно был кореш, я в нее не стал руку, потому что он и так и так для меня уйдет. И если меня бы не убивали, я всегда бы вскрылся и всегда бы сказал, что он маф. То есть для меня это закрыта абсолютно позиция. Я выбирал между ними двумя. И мне казалось, что более подозрительный лечь у Димана. Но я в эту ночь проверил славу, и он красный. То есть с этой инфой можно играть. Слава, короче, красный. Фенаргот, он максимально активно играет. Он пытается переменить свои позиции. Но это так можно играть на самом деле и на черном, чисто в теории. Это будет сильная игра. Ну вот, но сейчас точно уходит кореш, доктор хилит меня. Все, спасибо вас. Спасибо. Ты кого-то выставишь? Нет, кореш выставлен. Спасибо. Фин? Крова, я тебе объясню, почему у Фила поменялось мнение. Потому что у нас первый день был без знакомства мафии. Фил просто не знал, мафия он или нет. Он мафия. Ну, это полный бред. Он полный бред. У нас уходит два игрока в попил, и он устраивает попил, вместо того, чтобы выгнать стопроцентную мафию. Какой комиссар будет это делать? Не-не-не-не. У нас сейчас должен уходить... В смысле в попил? Когда для меня есть очевидный игрок, в смысле в попил. Есть очевидный один игрок, и есть почти второй игрок. И ты выбираешь оставить его в живых. Так это прикол в том, что он всегда уйдет. В этом прикол. Он всегда уходит. А если тебя убивают? Ты ничего не сказал в прошлый день. Да не, ну типа, если убивают, ты сидишь, если вон не полешься. У нас речь о... Можно я, пожалуйста, монолог свой продолжу? Речь о мины у нас максимально была понятна, когда она говорит, что по мимике, по мимике. Нет, она просто взяла и проверила кореша. А потом еще кореш говорит, я мафия, не стал оправдываться нормально, никого не въезжал. Кореш сейчас точно должен ходить. Все мирные должны ставить руки в кореша. Я не думаю, что кто-то из мирных сомневается в том, что я мирный игрок. Потом разберемся с Пчелкиным и с Филом. Все, спасибо. Спасибо большое, Финарбот. А что с Пчелкиным разбираться? Ты кого-то выставляешь? Давайте с Филом. Я не буду сейчас никого дополнительно выставлять, потому что Фил нальет какой-нибудь воды и придется... Окей, спасибо. Слава? Называйте меня москвич. Я долго завожусь, только завожусь, и я пиздец, блин. Что я могу сказать сразу же? Для меня обрисовываются две команды, опять же с моей непрофессиональной точки зрения. Для меня Финарбот красный игрок, для меня Дмитрий Ликс красный игрок, для меня Пчелкин черный игрок, для меня Кореш черный игрок, для меня Фил черный игрок. Ебнули комиссара, блядь, Катя серая, Пока серый, ой, серый, блядь, красный. И Каравай красный игрок. Не завелся? Разложил. Я завелся, надо. Да, я нормально. Ну, я, как говорю, я не профессионал, но что-то, то есть для меня игра уже, блядь, пройденный этап, нахуй. Начинаем следующий. Слав. Что? Все, что ты сказал. Ну ты откуда-то знаешь, это, да? Спасибо большое, Слава. Спасибо. Слава, ты кого-то выставишь? А? Кого-то выставишь? А кто нас выставил? Можешь повторить, пожалуйста. Кореш Ликс, Катя, Леша. Пчелкин. Не надо никого выставить. Нет. Спасибо. Итого, голосуем, поехали. Поднимите руки, кто против... Нет, оправдание. А, стоп, у нас оправдатель еще не было, да. Сорян, что-то как-то... Оправдание начинается с кореша. По 30 секунд. Просто по всем раскладам ухожу я в любом случае. Мне не оправдаться, потому что вскрывается фейковый комиссар, который мафия стопроцентная, говорит то, что я маф, и меня нужно убрать. С другой стороны топит Дмитрий Ликс, и я просто не могу оправдаться. То есть я ухожу в любом случае. Спасибо большое, Леша. Идем дальше, Ликс. На самом деле кореша жалко. Так а может оставим наслечку? Пусть сидит, блядь. Потому что крайне непонятная ситуация. Хотя он может дать нам проверку, на самом деле. Как он говорит якобы проверку. Потому что он хочет разменять стопроцентный черный игрок кореш, он голосует в меня, когда я непонятный красный или черный игрок, чтобы потом, потому что якобы кореш 100% уходит, но если Фила ночью убивают, то кореш никуда не уходит. Это очень странная логика. Вы его и так выгоните, потому что... Ну нет, нет. Это логика мобиоса. Нет, можно убрать просто. Это мобиосная логика. Поэтому я согласен, что Слава, возможно, красный игрок. Но вот Алексей Пчелкин... Короче, у меня так. У меня либо Фил, кореш, Алексей, либо Фил, кореш, кто-то там. Но Алексей для меня, не знаю, он очень черный игрок. Короче, двоих мафов я точно знаю. Кореш и Фил. Все. Спасибо. Отлично, оправдательная речь. Катя, оправдательная. Под подозрением три человека. Потому что произошла путаница. Я, честно скажу, я тоже уже запуталась. И в словах каждый что-то за кого-то топит. Все меняются. Кто комиссар, то ли он комиссар, то ли Амина была комиссаром. То есть если Амина комиссар, то значит Леша действительно мафия. Если Амина фейковый комиссар, не является им. И действительно Фил, комиссар. Два что ли? Что? Ну типа по версии обоих комиссаров, мафия все равно провести. Спасибо большое, Катя. Мы не говорили. И Леша Пчелкин. Во-первых, я грязно окраснился. Ты первый. Леша, у тебя на карте мафия написано. Во-вторых, я грязно окраснился. Во-вторых, как я понял, Фил немного подналажал. Мы после каких-то там нескольких... После первого точно не хотели убирать кореша. И сказал, мы его точно уберем. Это вопрос. Вообще у нас может в идеале получиться очень хорошая тройка мафии. Это Финаргот, Фил и кореш. Они сольют слабого игрока мафии, и два вот этих гиббона останутся вдвоем. И они развалят весь стол. И это будет очень интересно. И если будет так, это будет прикольно. Спайси большое, Леша. Ну что же у нас? Кореш, Ликс, Катя. Леша Пчелкин в номинации. Готовьтесь голосовать. Поднимите руки, кто в кореша. Так, раз, два, три. Да, подавляюще большое. Леша, твоя последняя речь? Твоё последнее слово. Я мирный игрок, Фил 100% мафия. Вы сами это понимаете. С кем? Я хуй знаю. Я не понимаю логику Ликса немного. То есть, почему... Как можно понять логику? Я мирный игрок, 100% фил, 100% мафия. Я самим на мафии. Спасибо большое. Спасибо большое, кореш. Ну, только прикольно. Ну что же, засыпайте. Нет. Засыпайте. Спокойной ночи. Все спят. Полная тишина. Глаза закрыты. Никто не ссопит. Просыпается мафия. Мафия просыпается. И решает, кого убить. Мафия принимает решение. И засыпает. Просыпается дон мафии. Дон ищет комиссара. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар ищет мафию. И засыпает. Просыпается доктор. Доктор лечит и засыпает. Спасибо за полную тишину за столом. Утро. Это Саша сказал? А кто сказал? Это Пчелкин сказал. Это Пчелкин. Это кто-то извне. Это оператор. С той стороны кто-то. А, это оператор. Кто сказал? Это оператор. Это вы были? Да. Это ваш голос ночью сказал? Что-то происходит у нас. Это была галлюстация у нас. Господин оператор, в следующий раз сами сядете играть. Понятно? Собственно, кроме того, что... Либо-либо. Кроме того, что у нас оператор разговаривал ночью, у меня для вас нет новостей. Меня захилили, если я стою жив. Кто доктор? Кто доктор? Обсуждайте. Кто доктор? Доктор, скройтесь. Доктор, просто скройтесь. Это я, блядь! Кого хилил-то? Тебя. Реально? Да, е-е-е-е, какие были? Ну, сейчас следующую ночь Слава умирает тогда в 100%. Я нахуй искал тебя. Так а что 100%? Мы, ну, как бы, и так он уходил черным, и она была... Я, ну, я, ну, тебя. А на чем ты сказал? Да, а что, а что, блядь? Да давай, что-то получше, люди, просто и закончим игру. Уберите нас на очереди и все. Пас, тебя, Пчелкина и Фила, и закончим игру, и все. Да, я думаю, что вы два мафа. Ну, вы два мафа, да. Тогда мое предположение о том, что он, он и он, хотя... Поэтому я еще одного мафа, да, Слава хочу сказать? Ну, да, да, тут глупо, тут глупо, тут глупо. Леш, ты мафа. Может быть, ты? Леш, может быть, я же тебя ебанет. Нет, если... Если не Леша, если не Леша, то это максимум может быть Катя. Но мне просто показалось, что Катя супер потерялась, когда я объяснил, почему она должна была голосовать в кореша, а не в лекса. Она, типа, признала свою вину, и я сказал, что запуталась. Я ей поверил. Она для меня будет красной. Пока красный, и кровой красный, и Слава красный. Ну что же, давайте по очереди. Начиная с Леша Пчелкина. И бумба-бумба. Я, если честно, вообще не понимаю, что происходит. А я тоже кушать хочу. Я тоже кушать хочу. Но я не могу сделать самострел, понимаешь? А, я... Второе грязное окраснение. Ну ладно, извините. Он просто, наверное, фактически не может сделать. Мафия может сделать самострел? Может, да. Тогда, ладно. Ладно, хорошо. Если Фил фейковый комиссар, то ты с ним играешь. Почему? Но ты с ним играл. Когда? Ну, в прошлом раунде пока не... Так, Дим. Каравай, не знаю, Каравай с самого начала вкатывает в меня, потом к нему присоединяются потихонечку какие-то игроки, типа Ликса, там, типа Фенаргота. Но Фенаргот реально, если он от этого скинул, если у меня Фил в Мафии был, и тот, может быть, в Мафии, это теория, то он второго Мафии точно скидывать не будет. Скорее всего, Фенаргот для меня красный. Ликс для меня мутный. Ты говоришь, что Фил мне тоже не нравится. Ты мне тоже не нравишься. Вот. Но ты в меня топишь, а не Фила, брат. Вот. Пока, пока, не знаю. Пока, мне кажется, какая-то активная роль. Слава точно не доктор, потому что просто сказали, кто доктор. Он сидел, думал, 10 лет, потом встал, крикнул. Ну вот. Леш, ты доктор? Леш, Леш, Слава, ты активная роль? Подожди. Активная роль уже у всех. Значит, неактивная. Ну все, Леша. Ой, Леша, что-то твоя минута затянулась. А, извините, тогда по итогу я не меняю своего. Хорошо. Дмитрий Ликс. Ага, Ликса, окей. Слава, ты слышишь? Он проверенный черный. Слава. Я отфейк его, комиссар. Сейчас он вернется? Не, ну тут как бы уже. Я все... Так у них... Блин, а реально? Это Дима Ликс. А можно поменять? Ну что я могу... Я слышу, но я игру уже, бля, прошел на втором ходу. Я могу сказать, все просто. Все просто. Я проверенный черный игрок, комиссаром, на филе. Вот. Все. Да, поэтому, наверное, мне стоит уйти, но не в этом раунде, Алексей. И не в этой игре, к сожалению. Если ты меня кигнешь, ты пожалеешь. Я доктор. Я лечил Славу. Я доктор, я лечил Славу. И Слава выжил. Ну так как в него... Так Слава сказал, что он доктор, он себя лечил. Правильно. Слав сказал, что я не доктор. А как я мог узнать, что в тебя стреляли? Ну тут факты, да. Ну потому что ты сам в него стрелял. Возможно. Так ты доктор, а Дима Ликс. Он стрелял, он стрелял, ты доктор, а ты стрелял из того доктора. У нас фейковый комиссар. Да, блядь, да Дима, ты спалился. Да, пиздец. Блядь, Дима, спалился. Я нормально в него хожу? Уходим, уходим, фил. Да, Дима, ты, блядь. Сможете меня разменять, если вы мне не верите с филом, вообще без проблем, и уходит Алексей. Все, это победа, победа. Алексей, шашлыки. Алексей был с первого раза готов был уйти. Он, типа, угросни некуда, потому что два раза максимально красный окраснился. Почему для каравай, он, опять же, тоже в черный, да, сори, блядь. Ну фил, конечно. Заебал жрать арахис в одну эту самую, дай мне тоже. Так, тут у нас трупы. Слава, там не надо ничего, этот. Ладно. Для меня также по-прежнему остается в финар год. Дмитрий Ликс, каравай, красные игроки. Они играют очень активно, разъясняют все круто по столу. А Катя для меня остается черным игроком, потому что я также не понимаю, что у нее по речи. Будем слушать, что она скажет, поскольку я, честно, до конца не понимаю, кто у нас комиссар. Не фейковый комиссар. Честно, как-то вот я запутался в этом плане. И с медиком тоже что-то запутался. А, кричит, лафия просто пока, кровая Катя, блядь. А, стой! А кто третий? Я только сейчас вспомнил, что оператор сказал, что комиссар умер. Так мы это давно узнаем. О чем это? О, боже. Слушай, а что? Он давно умер на Аминьи еще. А, это Фила вкинул, да? Это вкид Фила был давно. Вот. Ну, короче, наверное, будем смотреть, что скажет финар год и Катя. Ты что, я не слышал, блядь? Я заканчиваю. Что я скидывал, ты кого-то выставишь? Боже, я забыл вообще про оператора. Катюша, заранее. Я бы просто заранее сказала. Ну, ты можешь дерзко выкрикнуть на чьей-нибудь речи. Вадя. Ну, я говорю то, что фейковый комиссар слева от меня сидит. Потому что, ну, это моя версия. Потому что кто-то из них был Дон. Либо как раз-таки он Дон узнал, где комиссар Амина. Я уверен, что она была комиссаром. Я вообще подумал, что она черный игрок сначала. Но потом меня перебудили, что она реально была похожа на комиссара. Просто Дон проверил комиссара, увидел, что это комиссар и бахнул ее, естественно. И мне не нравится Алексей. Да, я его понял уже. Он вкидывал. Мне брат, ты очень красивый, честно. Ну да, то, что я не нравлюсь, я понял. Спасибо. Ну, короче, вот. Я не знаю еще насчет Кати 50 на 50. Я не понимаю, кто еще медик. Но, скорее всего, Слава, потому что Диман, как обычно, там какую-то хуйню играет. Слава, в мафию, брат. Так Диман, значит, черный. Типа, потому что он фиг был в скрытии. Подожди. Он просто любит такую хуйню скидывать. Спасибо большое. А можно выставить? Кто выставлен? Да, доктор. Выставлен. А, Алексей Фил. Катю выставлен. Это уже значит, что... Спасибо. Фил. Значит, что кто-то из вас врет. В общем, смотрите. Проверочный, так сказать, это Диман. Что вы все таки делаете? Вскрылся, типа, вскрылся доктором Слава. Он говорит, я доктор. После этого вскрывается Диман, я доктор, и я хилел, типа, Славу. Какая-то максимальная дизинфа, просто максимальная дизинфа. Короче, один фиг. Так ты тоже не комиссар. Смотрите, смотрите, в чем прикол. Даже, допустим, вы ничего не теряете, если сейчас за столом, скорее всего, два мафа осталось. Мы ничего не теряем, если мы убираем одного игрока, и меня в эту ночь всегда убирают. То есть, либо меня убивают, если я маф, если я маф, то меня не убирают, вы меня все равно выводите днем. То есть, абсолютно мирный город ничего не теряет. Играем от проверки то, что Диман черный, пока для меня красный, потому что, в принципе, он пытается анализировать, да, он не верит отчасти в какую-то версию, или верит по-прежнему в версию двойного комиссарства. Но ты не комиссар. Схуя ли я не комиссар? После этого умер. Ну и что? Хорошо. Я, бля, второй комиссар. Я понял. Второй комиссар, второй комиссар на месте. Ну вот, соответственно, может быть, нет, может быть, какая-то исправильная сирена, я с Алексеем согласен, потому что, может быть, Финаргот, типа, они очень тесно играют с Караваем, но больше похожи на мирную игру. Спасибо большое, Фил. В общем, Диман выставлен. Да, больше никого не будешь выставлять? Не, не хватит. Спасибо. Финаргот. Прям как уши. Ну, тут давайте логически просто, да, сказал оператор, ну и сказал, но даже и без этого и так все было. Да там пизда все запутанное. Ты Финаргота выставил? Да Филу он выставил. Ребята, сейчас Финаргот говорит. Никто. У нас же не Марпл ушла комиссаром, не Марпл. У нас топила Амина в кореша, топила. Она ушла комиссаром, все. Мы не будем слушать Фила, который говорит, что там, глянь, что у нас черный. Мы повесим тебя, потому что ты точно не комиссар. И мирный игрок бы так бы не делал. А дальше мы будем разбираться. У меня остается Пока, Каравай, Слава, Мирные с Лексом. И по остатку либо Катя, либо Леша. Но скорее всего Леша, а Катя просто запуталась. Да, стоян, Фил же это. Да, Фил, Фил сейчас. Сейчас Филу, не, не, не. Сейчас Филу, потом ты. Комиссар сидит, бля, комиссар еще сидит. Комиссар работает еще, у него смены не подходит. Фил уже выставлен, никого дополнительно выставлять не буду. Не надо ни в коем случае распылять руки, голоса, просто Филу голосует. Мирный город ничего не теряет, если мы сейчас выгоняем Диму. Вообще ничего не теряет. Зачем нам мирного выгонять? Мы можем просто вывести по очереди. А потому что он проверенный черный. Фил! Слава. По проверке не комиссара. Ребят, не знаю, что там Диман скрывается. Я совершенно верно, точно доктор. Слава, ты кого-то выставишь? Шелкин, выставишь? А, ну мы Филу выгоняем. Да за что, блядь, Фила? Выставленный Лекс, Фил, Катя. За оператора. Там оператора вообще. Лексофил. Лексофил. Что? Плюс один, кто Лексофил. А кто говорит? Наверное, я? Наверное. Кто говорит? Все, а ты никого не считаешь. Катя. У меня все палец вон. Катя, ты последняя. Да, Катя, закрываешь. Ну, честно скажу, я не поняла, почему ты выставил Фенаркота, учитывая то, что у него мнение вообще. Ты выставил или ты Фила? Ты Фила выставил? Я ни у кого не выставлял. Кто-то выставил Фенаркота. Нет. Нет, я не выставил. Ну, они созвучны просто. Фил, Фин. Это в той игре, Катя, был. Я думала, все. Ну, ладно. Просто я не помню. Дима говорит, что он доктор. Слава говорит, что он доктор. Спасибо, Катя. Я бы вывела и Лешу просто, и Фин. Вот ты, блядь, да и болезнь, да, скажи. Нет, ну просто у нас очень классно то, что... Мне надо было вначале выводить, чтобы я мясо жарил. Сейчас уже поздняк метаться. Сидите уже и играйте. Катя, ты выставишь кого-то? Это дефолт уже. Катя, ты выставишь кого-то? Я между тремя людьми болтаюсь. У нас в номинации Ликс, Фил, Катя. Красава. Ты выставишь кого-то? Я думаю. Нет, нет, нет. Слава, ты еще мальчик. Время уже вышло, Катя. Итак. Что? Катя, выставишь ты кого-то? Я с колбасом сообщался. Катя? А меня спрашивал, я хочу выставить у Кати. А, нет. Я просто не слушаю Тиногон. Он тоже может быть типа черным игроком. А, подожди, голосователи выставляют? Он призывает, он призывает. Выставлять, выставлять на голосование. Нет, выставлять на голосование. Итак, у нас Ликс, Фил и Катя. Я всегда уйду. Ликс, Фил и Катя в номинации. Оправдательные речи. Дима, начиная с тебя. Все понятно еще было по первому или по второму раунду, когда Кореш проверенный черный игрок. Но Фил хочет убрать меня. Потому что Кореш в любом случае уйдет. И сейчас также в любом случае Комиссар там уйдет. Потому что у вас типа разумеется. Что такое? Конечно, уйдет. Только мафии может остаться две. И игроков красных может остаться две. Это победа мафии. А нам это здесь, в нашей хате не надо. Поэтому Фил уходит. Две красных игроков. Спасибо, Дима. Теперь Филипп оправдывается. Так я говорю, что скорее всего остаточный маф у меня остается Фенаргот. Фенаргот играет с Ликсом. Он пытается убедить стол в том, чтобы выгнать меня. Хотя по факту, я говорю, опять же, стол есть и меня сейчас не выгоняют. Абсолютно ничего не теряют. Поскольку за столом две мафии. Если было бы три, это было бы критично. Если есть и два, то не критично. По проверке можно всегда убрать Диму. После этого днем убирайте меня, если меня не убивают ночью. Но меня всегда убивают ночью, потому что я комиссар. Все, типа. Спасибо, Фил. И Катя оправдательная. Ну, я уже сказала то, что у нас, меня смутило то, что у нас два доктора. Два доктора, два комиссара. И два комиссара, да. И это очень буденец получается, потому что каждый друг на друга гонит. Плюс еще Фин и Фил. Это прям вообще просто комбо. Не путаться, можно Филу убрать и будет один. Да и Димана, в принципе. Хорова Димана тоже не вводит. Кстати, я изначально просто сказала то, что я объяснила свою политику с Аминой. Я объяснила, почему я голосую. Я и говорила, с кем я играю. Итого. Вам не менялось. Спасибо. Итого у нас Ликс, Фил, Катя в номинации. Приготовьтесь. Я вам не буду? Нет. Приготовьтесь голосовать. Поднимите руки. Просто с самого начала. Поднимите руки. Кто против Ликса? Раз, два, три. Да ну, ну, блядь, ты есть рук, да все. Я не забыла поднять просто. Дай шерифу доверить в город. Ну, что вы, пожалуйста. Я случайно. Кто против Фила? Раз, шериф, извини. А так у нас... У нас единогласно. Филипп, твое последнее слово. Так, ну, надо выгонять по проверке комиссара Димана. И, типа, выгонять, типа, всегда уходят в следующем раунде. Да что вы смеетесь? Всегда уходят, типа, Диман, а потом, типа, уходят, потом уходят Финн. Ты не мог бы закинуть в мангал уголь? Я сейчас все спалю к хуям. Нет, просто засыпать. Пошел. А где, там он рядом лежит? Да, вот здесь. В угольной кухне. У тебя как раз костюмчик для угля. А рожек на выходе будет. Белоснежные костюмчики. Сначала на кухню. Там уголь. Давайте спать. Блин, он был тебя убивать. Сейчас, сейчас. Леш, ты готов спать? Сейчас я забыла. Спим. Готов? Все, тогда засыпайте. Заснули? Все маски взяли за глаза, закрыли. Полная тишина. Просыпается мафия. Мафия решает, кого убить. Филл, ты отличку выключили? Мафия принимает решение и засыпает. Просыпается дон мафии. Дон мафии засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар ищет мафию. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор засыпает. Утро. Доброе утро. У нас все живы. Но доктор кого лечил? Не знаю, зачем ты говоришь, когда маски закрыты. Типа это шестерочка. Шестерочка лечил? Красава. Просто когда у нас выбор мафии был, ты говоришь маску, типа, ну... Да нет, да. Очень большой промежуток был. Здесь боксером понятно. Там очень большой промежуток. Мы можем просто досрочно два раза подряд Лешу и Катю. Тут точно два мирных. Они со мной голосовали в корюже, когда в Лекса шли. Я при чем? Ну, по статку вы вдвоем. Если не шли не его, то очевидно, кто грохот. Либо Катя, либо Леха. Хорошо, кикните меня. Я помогу Филу, но вы рискуете проиграть. Хорошо. Кикаем, Алексей. Но вы рискуете проиграть просто-напросто. Кто-то досрочно. Кто-то не рискует, он не пьет шампанское. Почему? У нас минус два мафа, один маф за столом. Ну, ты считаешь, что я маф? Да. Ну, ты сейчас меня кикаешь, я не маф. Ты будешь продолжать? Да, и по очереди, и все. Ну, смотри, вы сейчас меня кикнете, и игра продолжится. Значит, Катя, и все. И что? Ну, все, ничего, выкинут меня, значит. Все, победа. А я не знаю, кто она. Она? Ну, вот и узнаем. Ну, смотри, она с вами просыпалась, но ничего. Итак, досрочное голосование. Господа, если вы все единогласно готовы применить досрочное голосование, но есть ли такая единогласность? Давайте досрочно. Так ты один, я голосуешь. Кто за досрочное? Давай попробуем. За кого? Кто за досрочное? Ну, чтобы сразу. Фил, не торопись, брат. А что вы за Алешей голосуем, я так и не понял, почему? Ну, а кто у тебя третий маф? Так я говорю, сначала ему, потом ее, и разоклада. Тогда. Меня выкинули. Вот так вот, без суда и следствия, получается, досрочно Алексея отправляют на мангал. Фил, я иду. Так, я сразу говорю последнее слово. И что, получается? Ну, я в тебя топил, может быть, ты маф? Меня выничали. Кто? Его вылечил. Доктор. Так ты сам доктор. Нет, доктор Слава. Леша, он так всегда шутит, всегда. А ты реально не понял, что я доктор, и что я, когда начал говорить, что я сказал, что на самом деле, типа... Ну, что я сказал-то? Блин, забыл. Я, короче, максимально не понимаю, что... Хорошо, стоп, 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 ладно, я говорю последнее слово. Если кореш был стопроцентной мафией, мы его убрали. Фил мясонулся с комиссаром, потому что комиссар сказал, оператор умер. Фил, вторая мафия. Но кто из нас последняя мафия? Для меня варианты только Дима, потому что я изначально на него гнал. Меня захилили. Его убили, его Слава сразу захилил. Да, у нас бы было... А почему его убили? Почему не тебя? Так это мы ебем какую тему, потому что я, видимо, сказал, что... Все, ладно, ребят, я массово... Спасибо большое, Алексей. До свидания. Ребят, чатик, спасибо, чатик. Спасибо. Хорошей игры, хорошей игры. Это победа? А, нет. Вы засыпаете? Нет, нет, я же мирный. Что значит победа? Какая победа? Стол засыпает. Играйте, сидите. Стол засыпает. Идем, идем. Какой же у нас туман в комнате воцарился? Все спят. Синий туман. Все спят. А можно меня распетличить? Не, просыпается мафия. Просыпается мафия. Голос, я распетличиваюсь. Мафия делает свой выбор. Кто же умрет этой ночью? Слава. Обращаешься, ладно, Слава. Не говори ничего, просто обращаешься. Кто же не переживет эту ночь? Кто же это будет? Кто будет зашашлычен? Мафия засыпает. Просыпается дон мафии. Дон засыпает. Просыпается комиссар. Оператор, ваш выбор. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор засыпает. Утро. Да что такое? Не о чем писать в утренних газетах. Трупов все нет и нет. Кого захилил? Кого захилил? Слав, кого захилил? Себя кого? Ну вообще красиво. Блин, Кать, ну ты можешь его убить-то уже нормально. Я его не убивала, я скажу больше. Ну пыталась, пыталась. Нет, а вам не кажется, а типа просто очень странно, то что Дима получается топит Лешу, я играю не с Лешей, и почему-то на меня начинают. А я понял, потому что ты 50 на 50. А я понял, почему... Потому что Фин вывел двух черных. Кать, Кать, это что было? Фин вывел... Стоп, если с Лешей еще был вопрос, то за Фила я голосовала. Нет, Фин вывел двух черных. Но за Фила я голосовала. Да срочное дело, Дим, да срочное дело. Один вывели двух черных. Но я играла с Фином и играла против Дила. И против тебя, потому что было спорно между вами и двумя. Дима, дай я тебе объясню. Во-первых, Катя первая сказала, что у Амины роль за столом. То есть она знала, что у нее роль, скорее всего, Анадоном и была. Во-вторых, Пока и Каравай голосовали сразу в Кореша. И с Фила тоже самое. У нас доктор до сих пор за столом. У нас скрывается только один человек. Никто больше не говорит. У нас Фил говорил то, что Слава красный. Да, якобы мог своего мафа замазать? Нет. У нас никто больше доктора не скрывает. Все, красный. Ты красный, потому что в тебя переворачивали стол. Я красный. Катерина. Все, досрочно. Алибидерчик, как говорится по-узбекски. До свидания. А могу что-то еще сказать? Ну, получается, прощальное слово. Ну, вы проиграли, ребят. Говорит Катя своим мафом. Потому что мирный город победил. Комиссаром была мафа. Скажи мне, я могла кого-то убить, чтобы выиграть еще? У меня была хоть какая-то возможность. Ну, ты бы точно могла убить Ликсав, потому что его прошлой ночью лечили. То есть его два раза подряд не могут лечить. Я думала, его опять будут лечить. А я знала, что как раз-таки два раза нельзя себя хилить. А Слава себя уже хилил. Разве нет? Два раза подряд нельзя лечить. А-а-а, вот как. Я поэтому проголосовала за Слава. Через один, через один. Да, да, да. Он как раз так и лечился через один. Если бы я знала. Я не знала, что поздно. Я думала, здесь я второй раз. Твои-то годы. Я в то время тоже. Ну, тогда я второй раз и пофиг. А сейчас я про у нас. Скажи, долго играть не далось. Хорошо было. По-братски. Ты тоже молодец. Красава.